тема находки с microsoft open-source проектов вы все прекрасно знаете что microsoft ушел в open-source чем это может быть интересно во-первых ревью кода посмотреть как писать и как не нужно писать посмотреть на первый взгляд конструкции ужасного вида и что за ними скрывается разобраться поэтому мы сегодня попытаемся сделать или просто немножко улыбнуться и посмеяться почему потому что обычно как у нас происходит знание тут нет фреймворка что у него заходим на сайт на новом компьютере скачать поставить все кстати это и есть сайт если не нужно в гугле вбивать можете просто get.net и скачать последний себе фреймворк но на самом деле сегодня мы посмотрим на такую вещь microsoft open-source from microsoft with love если говорить про статистику то это сейчас порядка на гитхабе раньше они на кодоплексе это все сделали но кодоплекс ужасен что-то просматривать сложно они переместились на гитхаб это порядка тысячи 100 репозиториев вы видите сколько там звездочек на опен ищу и форков ну мне кажется это успех они получили скажем так то что хотели вот своей модели что здесь может быть интересного гид open-source это не только сарс код так для нас становится прозрачно мы можем видеть родмап мы можем видеть ищу мы можем контрибьютать создавать ищу заводить ищу читать разбираться то есть например на то есть гитхаб что позволяет нам устроить то есть полный life cycle management на ну то есть тех него продукта сервиса разработки вы можете взять на свой существующий проект если вы работаете за хит хабом правило три позитория довольно хорошая структура то есть они по сути шарят свои знания свои наработки и есть чему поучиться например как у них организованы лейблы то есть как они разбиты как они организовывают вообще процесс флоу разработки можно просто брать и применять сразу на проекте но также с другой стороны это очень интересно в плане того что если мы посмотрим какие лейблы есть иногда встречаются такие интересные лейблы например там как федантик на такая довольно интересно вот о чем же это она да вот там вот и 6 open issue если посмотреть то вы прекрасно понимаете да то есть это такие вот проблемные скажем так не то что проблемные иногда просто пиши которые как шутки джокс но они вот есть да вот как тот пол оператор да это переводится как головастик вот то есть пожалуйста за имплементите такой оператор вот или это просто вот как дастин кэмпбелл сделал я хочу переименовать экстеншены то что мы называем иногда рефакторингом орфографические ошибки и тому подобное когда мы пытаемся почему тут лейбл педантик сейчас я открываю там в браузере и вы увидите как он просто с этой и шью работал то есть это происходило примерно так он изменил и это все его история тут он уже успел поругаться что все плохо что все ужасно но сделал то есть есть такие изменения когда люди видят сорс код они понимают что надо изменить но это не очень интересно интереснее больше нам посмотреть что такое оператор я думаю что вы все поняли перевели что значит такое головастик то есть какая идея этого всего давайте я вам наверно покажу это на демо для тема нам понадобится я использую linkupad но в принципе мы можем использовать что угодно какая идея чаще всего нам встречаются такие конструкции на какие-то арифметические операции что нам нужно писать например там какое-то переменная плюс 1 например или минус 1 если вы вспомните что операторы у нас имеют порядок выполнения приоритет чтобы выполнилась нужной нам последовательности нужно всегда брать скобки на чтобы это сложилось сначала и плюс 1 вот какая идея вот это вот от поля оператора до хоть там и шутка была но на самом деле он у нас работает все шарпи единственное я бы не рекомендовал использовать его конечно в продакшн коде вот потому что непонятно да то есть идея какая у нас есть голова стик соответственно если мы делаем что вот это его получается голова вот этот хвост символ соответственно если он уплывает от нас мы делаем минус один если он плывет к нам к переменной то это получается уже плюс один это из серии помните когда запись когда x стремится к нулю да например в али то же самый подход вот поэтому в принципе можно использовать давайте разберемся немножко как оно работает чтобы вы поняли то есть если я заменю например и плюс один да то есть мне уже не нужно будет здесь делать какие-то скобки плюс один и тому подобное чем плохо инкремент и декремент который мы привыкли да то есть могут тоже быть возникнуть вопросы мы же есть имеем такие вещи но тут сразу взгляните то что она изменяет существующие перемены а здесь мы не хотим изменять мы просто хотим добавить и и значения и вернуть результат не изменяя самую переменную напомнить но минус как бы вы все понимаете а вот битвайс оператор если кто-то не помнит основная идея его просто инвертирование например если у нас есть 0 и да мы их заменяем единички вот просто работает я думаю все это понимают все тут проблем никаких не должно быть и на самом деле если запустить эту программу мы увидим то что она нам выведет у нас и было единичка соответственно двоечка да здесь мы единичку меньше на 0 и значение и не изменилось то есть шутка шутками но у нас есть возможность использовать таких оператор на то есть но говорю еще раз я бы не рекомендовал сложно сразу понять что это делать принципе из ищу можно иногда читать там довольно бывают и дурацкие запросы скажем так но что-то интересное встречается давайте посмотрим ближе наверно код вот из реального кода я его назвал если вы не пробуете да то вы не фейлитесь видите такая вот конструкция с пустым траем и что-то делается файнели вот то есть это из реального кода взято если упростить то получается происходит просто пишем пустой блок трой и пишем что-то файнами ассоциация пустой блок кейдж да но все говорят а пустой блок кейджи это ужасно вот а здесь как бы непонятно зачем так пишут у кого-то кстати может есть идеи почему так написано и это реальный код и вы можете его найти и такого кода очень много но если идей нету то я немножко расскажу смотрите то есть я увидел этот код мне стало сначала страшно думаю блин что это такое мне кажется что-то кто-то плохо это писал не задумываясь потом я начал читать есть такая вот вещь этот весь код уже первая подсказка он встречается в объектах в коде который может вызываться с разных потоков соответственно если код вызывается сразу в разных потоках может произойти такая вещь как с red abort exception вот msdn говорит что перед тем как с red менеджер будет завершён все невыполненные блоки finally будут выполнены соответственно то есть какая идея даже если у нас произошел с red abort exception нам нужно обязательно выполнить этот код почему запись такая можете сказать если кто-то знает использовал есть такая вещь как memory barrier да она тоже образует критическую секцию critical section это уже немножко ниже критический секция всегда выполняется вот и можно писать но критической секции не было в фреймворке 2.0 соответственно это единственный выход чтобы поддерживать 2.0 образовывать критическую секцию так но если кто-то еще пишет на 11 фреймворке то пожалуйста знайте что и вам этот подход не поможет потому что до версии 2.0 этот файл или при среда борт exception скорее всего будет не выполнен то есть они это не гарантирует то версии 1.0 и 1.1 соответственно то есть с 2.0 тут уже будет в коде честная критическая секция и будет выполнен код поэтому если вы работаете много по точной среде и могут быть скажем так какие-то проблемы то если сред отменили или какой-то используете cancellation токены и потом она опускается внутрь тоже может кидать среда борт exception то взгляните вот на эту вещь пустой блок три и в файл или какой-то код в исходниках кода microsoft проектах на референсурсе иногда файл или очень много года там просто циклы выполняется то есть ну довольно сложная логика встречается ну вот такая вот оптимизация дальше а иногда все спорят говорят зачем ты создаешь лишнюю переменную лишние переменные это зло сейчас я вам расскажу о другом что дополнительная переменная это оптимизация сейчас вы видите кусок кода это конструктор нашего типа tsml это просто вот конструктор который принимает value и видите в первой же строчке происходит копирование и потом работаем с копией кто-нибудь знает зачем такая кажется можно удалить это вы и все вот тоже на первый взгляд блин надо удалить походу они не пользуются решарпером решарпер бы подсказал или какой-нибудь статический анализ а нет тут нужно копнуть глубже когда мы ревью им такой код да и если не видим там какого-то комментария то надо задуматься возможно первая мысль надо будет потом добавить комментарии а не жечь код почему какая здесь есть проблема есть такой оптимизация подход это инлайнинг кто не знает что такое инлайнинг это компилятор смотрит и пытается оптимизировать программу берет наш метод и его просто вставляет не вызывает как функция а все реализации этого метода вставляет в наш код кажется что такая оптимизация не очень но смотрите что происходит в этом случае нам не нужно вызывать никаких джампов данную функцию кола и соответственно никаких аллокаций памяти на стеке дополнительных и потом возвращения работы со стеком не нужно делать все классно но вот тут вот и возникает проблема что инлайнинг это такая скажем так базируется на эвристиках компилятора и у него есть ограничения сейчас я вам покажу какие у него есть ограничения он не может заинлайнить ваш метод если у вас есть старк обход старк обход это илкод я вам покажу где он говорит сохрани как аргумент то есть если вы используете вашу вэлью для каких-то операций например если вэлью там больше нуля вот ну то есть если бы мы использовали просто вэлью на без этого копия то соответственно джид компайлер нам бы разместил вот эту переменную как store с аргумент аргумент нашей функции немножко там детали давай он позволяет его поднять в топ стека чтобы у него была видимость и туда можно было все это удобно сохранять соответственно если мы посмотрим дальше что ограничение чит говорит такой большой комментарий если у вас есть старк или еще набор об кодов то я вам не смогу сделать инлайн вот но соответственно это очень плохо давайте я вам покажу немножко какие проблемы вы можете встретить когда вам нужна оптимизация есть код то есть какая идея да вот у нас какой-то код особенно сложение не обязательно это конструкторы нам и хотим инлайнить у нас есть простой метод он по дефолту джитом с оптимизациями если вы будете тоже это в линке у паде пробует то всегда включайте компайл оптимизация но что в дебаге инлайнинг не работает вот он будет просто по сути этот симплом этот за инлайн то есть компилятор сгенерирует код для нас примерно такой да то есть мы сложим и он нам просто вот так вот напишет то есть это будет инлайн вершин нашего симпломет то есть никаких вызовом просто возьмет этот код и переместит и все это очень хорошая оптимизация особенно где в цикле не нужно никаких аллокации память ничего потом есть у нас метод с старком да то есть вы уже прекрасно понимаете что старт генерируется если мы нашу велю будем например использовать и вернется то есть я сразу джит скажет я это не могу за инлайнить люди которые немножко разбирались а там с лайнингом знает что появился такой атрибут агрессив инлайнинг с помощью которого мы можем сказать джита я понимаю что ты еще раздумываешь но пожалуйста сделай инлайнинг но это не значит что он будет выполнен даже если вы повесить этот атрибут ваш метод будет не за инлайнинг это очень важно потому что иногда вешают атрибут и думают что произойдет инлайнинг сейчас скорость вырастет а скорость не выросла ничего не произошло будьте с этим осторожны также агрессивный лайнник не сработает с критическими секциями это значит что если у вас есть try catch хотя бы просто метод это инлайнинга не будет но это как предостережение поэтому с этим надо быть осторожным то есть когда вы видите какое-то копирование или тому подобное какие-то операции на ваш взгляд не совсем оптимальные вы задумаетесь почему это так сделано понятно что нашим кровавом интерпрайзе чаще всего это ошибка но бывают свои нюансы поэтому когда кода ревью мы делаем осторожно да или пытаемся что-то с помощью решарпер оптимизировать смотрите навсегда limitation и ограничения вот а также если говорить про перфоманс на самом деле в рослине исходном коде очень много кода именно направлено на оптимизацию это может быть по спию это может быть по memory allocation трафиком да там с файловой системой также все я думаю знают что операция боксинг она сильно затратно на и боксировать очень плохо потому что тогда будет копироваться выделяться куча в куче у нас память в хиппи а локация соответственно garbage collector опять проблема stop the world это очень плохо что например делают ребята из рослина чтобы не было боксинга но иногда без боксинга не обойтись у них есть специальный класс боксис где они хранят все забоксированные значения примитиву даже если вы взгляните они хранят там чары аске все один раз выделяется в хиппи и потом можно реиспользовать например если вы обратите метод бокс на принимает был на вызываем бокс из бокс он смотрит а если true вернуть забоксированное если false то и вернуть забоксированный фолс вот такая вот оптимизация дальше можно пойти с этим на то есть можно например взять и сделать такую вещь как empty в чем проблема когда каждый раз вы давайте наверно вернусь немножко назад нас есть метод который возвращает коллекцию раньше какая-то была мода все возвращали нал то есть если что-то пошло не так или ошибка какая-то без разницы мы возвращали нал потом у нас начало становиться очень много проверок в коде если нал потому что for each падает все падает ничего не работает решили возвращать пустые коллекции до анал в редких случаях какая тут проблема каждый раз когда вы создаете новую коллекцию вас опять на хиппи выделяется память 5 гарбаджу коллекторы лишняя работа да во первых аллокатору выделить память потом особенно если это где-то в каком-то цикле иногда бывает делают есть разные вещи но и тут такая больше оптимизация можно возвращать mtr и один раз сделать instance разместить на хиппи и потом всем просто отдавать ссылку на этот тип например есть уже готовая реализация мы можем использовать array empty чтобы не создавать не писать там new in и фигурных скобочках 0 например вы можете написать array empty и передать int параметр у вас не будет никаких аллокаций это большой плюс с коллекциями такого нету и для коллекции microsoft решили написать свои то есть они выделяют один раз памяти при загрузке static один instance ары листа и нумератора и потом просто возвращают instance уже выделены на памяти ссылку на него вот такая вот оптимизация так что тоже можно просто брать и использовать если у вас часто создаются какие-то пустые массива что можно посмотреть дальше вы как видите очень много кода с оптимизациями завязано но даже есть больше оптимизация например есть такой интересный класс кейс инсенситив компарисом и там можно встретить комментарии про такие вот вещи как ход код пас до оптимайз в аске казалось бы ну как пишем и обычно нам нужно писать такой generic обобщенное решение чтоб все приходило и ничего не падала обрабатывалась отправили вы цифру букву или нет все работало все классно а потом мы жалуемся почему у нас performance проседать или почему там что-то где-то исправили все поломалось соответственно и юзабельность иногда не очень полезно особенно когда нужно делать оптимизация смотрите что здесь происходит на то есть сначала это туловая на если функция то есть нам приходит чар сначала проверяют аске на потому что аске очень легко перегнать то ловар оптимизации скорее всего эти символы будут до 3 до z их по одному обрабатываем если мы не покрываем как бы да там наши конце случаи то мы используем там для юникада сложную и операция скажем так какую-то до который там прогоняет она экспенсив очень сильно идея какая что мы можем почерпнуть для себя с этого ревью кода то что здесь если бы не было этих комментариев то вот если представьте что их зачерпнуть разобраться сложно сразу понять и хотелось бы вот этот весь код удалить и просто написать но у нас к казалось бы да то есть какие-то символы рассматривать то есть пожалуйста комментируйте свой код иногда это очень важно особенно если кто-то читает и ревью вот и смотрите на оптимизации иногда вы можете сделать оптимизации если вы знаете что у вас всегда будет например там только 90 процентов случаев приходить этот набор данных то можно обрабатывать его на первом месте а потом если но не попали мы в это пойдем по экспенсив пути что еще есть у нас интересного метал на там helpers есть плит полифайт ней все вы знаете что стринг это и мьют пол тайп соответственно не то что он неизменяемый что нельзя ничего не изменить в нем изменить можно но каждый раз будет создаваться новая строка это плохо особенно если это каком-то цикле или еще что ты это постоянно вызывается куча вызовов у вас это не очень хорошо что можно сделать заменять все работает со строками там сплит 3 и тому подобное на циклы например так и как массив чаров рассматривать и пробегаться по нему то есть тоже интересно да потому что казалось бы но надо проверить квалифаитные на что мы можем сделать нам и там вот у нас есть . нашу до 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 лимита это если вы видели там мы прямо пишем system на . там френинг тому подобное вот казалось можно сделать сплит на и посчитать длину там или дело сложение нет это иногда бывает не оптимально но тоже вы пишите комментарии что очень главное чтобы понять сразу потому что может прийти другой человек превьюкать наверно этот парень знает что у нас есть сплит строка надо быть осторожным также со строками работа например есть метода там айтер он проверяет длину строки как чаще всего делаем и когда у нас есть например 5 строк и нужно проверить их длину результирующие этой строки что мы делаем мы складываем все эти строки потом берем lens один раз ну то есть понимаете что каждый раз при сложении у нас выделиться память на то есть если 5 строк 4 раза нам еще нужно локации делать это плохо мы просто как-то значит неправильно думаем да вы можете посчитать длину каждой строки и потом сложить уже длину то есть это тоже да и они не боятся например что-то там хардкодить на и писать до то есть у нас всегда нужно чтобы это было там уникально зависело от опции от как-то от фазы луны не очень хорошо если вы можете это аккуратно записать в коде это будет и красиво и перформанс не пострадает что есть из такого интересного это итераторы вот здесь я хотел бы немножко подробнее остановиться о такой вот проблема у нас есть yield return да когда мы с коллекцией я в принципе в коде стараюсь и вообще отказываться от yield такой конструкции return потому что как асинка в едет yield return разворачивается в машина состоянии я вам сейчас это все покажу это такой сложный и вот здесь вот есть интересный код который заставил меня задуматься об этом у нас есть какая-то мы ее получаем это соответственно структура это value type потом мы ее кладем стек и потом делаем yield return почему сделано так потому что на самом деле какая-то оптимизация да но никто не мешает и очень часто в коде мы встречаем что есть вещи которые мы пишем после yield return например так же как structure но мы можем здесь написать и работать будет абсолютно также программа ну казалось бы ну поменял местами но и что страшно а сейчас я хотел бы показать что такое вообще yield return если кто-то не знает что там вообще происходит для этого нам понадобится студия и какой-нибудь декомпилятор этим возьмем студия откроем немножко ее выровняем немножко приблизим и давайте что было сейчас сделаем релиз кто-нибудь знает там jetbrains don't pick есть такие вот вещи можно различные использовать но мне нравится на пик он открыт бесплатный но открыт плане бесплатно и конечно вы можете его дезассамблировать давайте сбил дим проект и посмотрим что генерируется в нашем примере да у нас упрощенный пример у нас есть стек на коллекция у нас есть страшно это пинт но это все структура им ты эта структура и мы кладем стек и потом делаем ел 3 черну строк чем но мы это сбил делим давайте откроем и добавим релиз наш датпик посмотрим что нам генерируется как вы думаете сколько будет строчек кода примерно 20 или больше и засамблированном коде у кого-нибудь есть идея силу и больше там будет на этот класс хорошо супер да там будет целая машина состоянии давайте откроем посмотрим правда ли это или нет рейтер стоит машин вы пишете просто одну строчку ел 3 черн и вы заставляете компилятору генерировать вам машину состоянии соответственно состояниями давайте посмотрим где наш код на вот у нас есть машина наших состояний вот тут вот move next в принципе вы понимаете как это все ужасно вот но посмотрим на наш move next до машина состояние первое ее состояние мы просто берем наш код который вы видели на он в принципе с 14 строчки по 16 соответствует вот тут копируем локально там переменную записываем push current сохраняем стоит все потом кс-1 это все что идет после нашего ел 3 черн вот как видим здесь пусто давайте попробуем и допустим ошибку ну или напишем как чаще всего мы бывает пишем не задумываясь но на самом деле мы таки агас так же вот получили все классно так нужно ел 3 черн сделать и положить еще сюда окей круто все можно билдать и отдавать уже всем паблишер давайте она пересоберет нам подхватила и откроем что нам генерировалась новая в принципе конструкция все та же но пойдем посмотрим состояние видите изменения налицо то есть у нас 83 строка да это вот от кейс один он теперь не просто пустой а там мы еще держим нашу строкцию но мы замкнули потому что и соответственно еще держим наш стек то есть вы понимаете да к чему это ведет просто вот эти переменные захватывайте и держите на мигающем классе и на них будут лежать ссылки вот поэтому если используете yield return пожалуйста осторожно может быть он вам не нужен потому что это дикий memory traffic и выделение видите каких-то конструкций компилятор делает за вас на работу и соответственно если вы что-то пытаетесь написать после ел 3 черн подумайте не можете ли вы просто взять и перенести это скопировать вынести наверх и тогда облегчить машину состоянии просто на тут проставляется и внутреннее поле стоит минус один что мы все отработали вот а здесь еще и держится эти перемены и выполняются это не очень хорошо хорошо поехали дальше это были итераторы что есть еще из интересного можно встретить есть там такой вот класс видео слайдинг текст window и у него есть метод get текст тут тоже казалось бы что это они делают но это опять это снова это оптимизация они просто смотрят если длина строки 0 то вернуть стринг empty соответственно никаких аллокаций если кейс 1 до если длина единичка то скорее всего это просто пробел то есть они проверяют что они пустой или строка вернуть пробел чем эти конструкции хороши это интерн интернирование да если у нас у строка интернирования соответственно каждый раз при компиляции программы у нас будет пул объектов интерн строк интернирования и просто будут возвращаться ссылки создаваться не будет новый то есть на вот эти все вещи у нас будут уже строки браться с полом нам не будут создаваться новые вот такая вот оптимизация вы посмотрите и скажете ага да тут вообще нарушение там почти всего соли да вот но нужно быть осторожны вот то есть и понимать что если у вас есть какой-то частый случай он выполняется например там больше чем 50 процентов возможно код можно как-то улучшить написать сделать этот ход пас и реализацию critical а в других случаях уже честную логику какой-то алгоритм ну это в принципе как бы кажется весь код он у них оптимизирован все классно работает над этим но наверное интересно и посмотреть где нарушение солида где косяки где явно вот сколько вам приходилось реализовывать классы и класс сколько принимал типов дженериков у кого-то было больше десяти ну то есть когда вы там записываете например класс такой-то да и он дженерик он применит принимает там ты input 1 ты импу 2 ты импу 3 ты импу 4 вот как карты g например то пол у кого-то было больше десяти ну просто вот у них например есть вот такой вот вас mbd types менеджер астрактный и у них есть вот типы и еще кучу к ним ограничений а то есть представьте до наследоваться вот и соответственно еще потом лимитейшими вот они пошли новое и и шо и шо то так выглядит что они просто пробуют миксами сделать там где их немало мы такие сами подобные мало ли на жаль просто мова си шарп вона трошки обмежена и тому мне здаются такие бачишь монстрики кучеряве в коде так что я абсолютно не давался если знаешь в чем проблема непонятно конечно тут есть объяснение у них всему в принципе есть объяснение поэтому тут конечно но все равно иногда когда работает то есть но мой жалуется у нас там кори там ой у меня там с интерфейсами это понятно все это знает горят у меня там очень много там женериков применять вот и да плохо это хороший как бы коммент это вот миксина вот пытать пытается так реализовать из-за ограничений синтаксиса языка вот так же тоже есть не явная такая вот вещь можно встретить например а в мсбилде как мсбилд узнает о версиях дотнет фреймворка казалось бы да строка 11 20 30 35 40 45 45 451 46 461 это все версии фреймворка но тут есть комментарий да что мы их кэшируем статически и все и . чтобы не было меньше копий со строк вот тут все таки команд короткий вот як не треба писать по код конвеншеню их нему 1000 стернги и так далее стима это ты прав префиксы карри аннотейшенами то есть тут можно целую историю побачить як microsoft и как разные люди пишут так что тоже цикава это да это кстати на рахунок этой конструкции такое супер кучерявые как это показывал стосовно гилд там якшу подавишься шо роботе а сын кого это там плюс-минус шестяки зама ну да я и говорил что это очень похоже но там асинхронная машина состояние да она называется тут и итератор машина состояние то есть в принципе это синтаксический сахар тоже для сенка вы это там надо посмотреть вот но здесь просто иногда какая проблема этими ел притер ну пользуется без нужды просто что вот есть что вот так вот красиво и удобно но надо стараться избегать просто понимать что мы платим за эту гибкость мы платим вот этим он просто что потом не прибегали около мы говорили ой у нас тут все тормозит все ужасно вот почему хорошо то есть фреймворк пасно то есть но говорили уже то что тут с underscore но ms build исходники стали открыты довольно недавно но на самом то деле ну пишется проект очень давно и принципе вы можете смотреть и историю развитие там баги которые находить так что с этим опасно что есть еще интересного например internal error exception это меня немножко удивило она тоже в комментариях есть описание наш для чего они это делают но какая здесь проблема и почему такой большой ворнинг don't throw this exception from one assembly and catch in a nasa видите такая пометка у него интерну то есть даже если вы этот код в шариной какой-то сборки но используете в других проектах по факту вам будет сгирить в каждом проекте сгенерирован свой класс со своими мета данными интерна этот exception что может получиться в одном например проекте вы вызываете кидаете этот exception и пытаетесь поймать его в другом на кич вы его никогда не поймаете потому что это все равно все сравнивать эти exception и интернала exception они будут абсолютно разные для него для нас название одинаковые но они разные потому что это интернат на этот модификатор мы живем внутри сборки это тоже как бы такой интересный у них подход мы чтобы разграничивать когда их код фейлица они какой-то фейл от юзера импута но вот такой вот лимитейшн наверно ворнинг даже то что наверно были такие проблемы с этим кодом вот так что бывают интересные вещи и находки также если говорить про тесты очень мне понравилось вообще как вот рослин покрыт тестами у них есть recreation тесты у них куча разных чем мне понравился еще них есть тест я нашел это так называемый color carl тест первое такое название как бы думаешь что это такое цвет цвет чего проверять цвет монитора или что это такое на самом деле нет проверяются такие вот вещи которые для нас понятны для компилятора они не совсем например у нас есть какой-то класс вот и в нем мы пишем там кола да там какой-нибудь давайте консоль кола следующий пишем консоль кола и это get но для нас понятно решатка понимает на что первое это тип 2 это его название но для понимаете что вариантов очень куча что вы можете писать это переменная пропорти методы классы структуры очень много и вот эти тесты когда одинаковое название типа да там и переменной вот называется color кола то есть если вы встретите например удар такая вот проверка что класс кола и в нем еще объявление color color ну то есть это вот семантический анализ это сложная очень вещь для компилятор но и лексира и синтаксического вот этого парсера вот и поэтому очень много у них таких вот семантических тестов для наших классифайеров есть исходном коде то есть это меня очень удивило но помимо того что у них есть куча of fuzzy logic тестирования то есть когда генерирует вообще какой-то нечитабельный набор символов это довольно выглядит классно по поводу покрытия тестами то есть для меня это было даже какой-то мотивацией как нужно писать сколько когда и что это дает вот ну в принципе у меня все спасибо большое вот какие-нибудь может быть вопросы пожелания что-то не до конца было понятно это тоже я пустая стамбоз находится да конечно она вот в презентации есть мы прямо сейчас отсюда ее откроем и в чат кину вот например семантик классифайр тест ну тут дай нами класс дай нами где это грузомидов на икси нет выкрустовывать сюда а иксионе да они это сделали как стандарт сейчас свой то есть они ушли от мс теста и перешли на xunit и asp.net 5 который и .net core который сейчас идет а для них в первую очередь они делают x поддержку xunit runner то есть полноценно уже отказывается от своего ms тест и xunit для всех своих новых платформ и внутри своих теста они тоже пишут все на xunit у них есть в некоторых местах своя реализация скажем так форк xunit но со своими дополнениями чаще всего они делают пул реквесты но это я тоже вот смотрел что xunit у них сейчас уже такой де-факто стандарт но они не говоря прямо что это наш стандарт на но на гитхабе это xunit потому что у них это тревис и запускают где они и еще этот как его автвейер тоже и там xunit поддержка очень хорошая а с мс тестом было проблема то есть там у них хорошая с этим интеграция сейчас везде xunit поэтому даже я б наверное рекомендовал может быть смотреть в сторону этого c-шарпа и развитие очень хорошего xunit если говорить про это то есть еще один момент как можно клиента переконать их отказать от университета а таке питание вот не знаю не дивился в сторону метапрограммирования бо уроки три назад майкерсофт лэнгвич здається не лэнгвич як вони там називаються за c-шарп лэнгвич development group чи якось так в них є така ціла група яка займається от розвитком тої мови они казали что мы метапрограммирование взагалі не плануем развивать напрямок там угу че не знаешь может они там придумали ну на счете этого я вижу они похоронили там себе так смачно угу это и такая мова колись была как же она называлась она уже пиззабу россияне здається робили не мерле не мерле не мерле я заховала его якось там втихаря ага и вот може шарп что то там чухається бо в принципі було б классно мати свои ківорды да там написати якісь ты не знаю логабл и так би всі ну може свою имплементацію того зробуйте там як в не мерле то щось таки чути ну смотри сейчас это может быть перерождение или это новая какая-то ветвь сейчас с помощью API вот этого розлина люди начали писать уже свои операторы даже например из недавнего что интересно столкнулся вот ну то есть как бы мы думаем что розлин это больше для microsoft да чтоб они быстрее фичи пилили но на самом деле это очень мощный инструмент еще для нас как разработчиков и недавно сделал парень такую вещь на гитхабе я ссылку потом кину кому будет интересно он написал стеколог команду для референс тайпов то есть вместо new пишем стеколог и там пишем какой-то my class и он просто вот это все превращает скажем так с помощью API розлина генерирует код и выделяет для референс тайпа вместо стеки все ссылки туда все записывает сохраняет и уничтожает али айдешка то все нормально не бачит нет она скажем так да то тут проблем то лишилось там я тоже колес таки команды писал они типа как працюют то есть получается как бы какие-то ну синтетический сагарок свой пишешь який любую твою конструкцию там вплоть до того что в комментариях пишешь код який специфичный и воно его конвертует там ну аля наподобие как пост шарп что с роботом а что хочешь наработать а вот так чтоб он еще зробил айдешка то все можно было нормально как раздепляло там то было бы вообще чудово ну я тут понимаю что с одежкой они справятся могут но тогда вот проблема возникает например с тем же решарпером да то есть половину нам всего подсвечивает как бы решарпер и если мы тут пишем как бы там какой-нибудь стеколок да то соответственно нам тут еще и решарпер все поломает и но это же проблема наше решарпер просто під таки речи не заточенный та и все тут просто как-то на пи но мне кажется они к этому пойдут потому что в принципе и свой который си шарп 7 0 они сейчас развивают вот этот родмап я вот вижу что ну они все на базе делают сейчас вот этого рослина 5 допиливают его какие-то там пытаются команды сделать какой-то сахар синтаксический но тут то есть насколько мы сможем внедряться в это кастомно чтоб еще и дешка это понимала пропускала себя через рослин и чтоб это все умудряться потому что ну каждый раз когда мы что-то здесь набираем да рослин перестраивает нам все ну тут я не знаю получится ли у них это сделать как то ну то есть судя по тому як там колись народ дуже сильно на форумах мы где наше метапрограммування то я думаю что они просто по політичным причинам бояться ну скажем так давать нам пушку та якою ми собі дві ноги відстрелимо тому що якщо почнуть писати таки мета розширення но по-перше что бардак будет по-друге вообще складность розробки то есть сама мова перетвориться уже не в c-sharp а в якийсь такий c-sharp плюс твоя розширение так кожен сам собі буде писати и потом вникати в той проект будет очень весело потому что ну да свой десель какой то да 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 вот все хотели эти десельки али там воно таке классная штука али треба вміти користуватись там ну тогда будет свой язык да получится там ну это проблема я даже говорю что вот ну знаю что есть такой да оператор как у нас тейпол вот ну пожалуйста но его сложно как бы понять что там будет сразу нужно разбираться вспоминать еще не дай бог как то ну з другого боку мы могли бы кучу зарази же ну нам реально десельки потрібні бо можешь сам подаваться якісь тести нормальні писати там интеграційні там в стилі bdd и так далее там треба нормальну людську мову використовувати там потрібно просто деселя якщо б нам дали таку можливість то можна було б дуже багато цікавих речей поробити і позбавитись того копіпаста яку постійно шукаємо десь там на стак оверфлоу і потім в кінце в результаті по пів планети використовуєте смс з тими своими речами то есть она как бы снова была бы расширена Microsoft в своем стиле хлопці вот вам кубик та и все и никаких расширений ни влево ни вправо то есть вот мне цікаво подавиться как они будут реагувати в найближчі пару роков когда дживисты петтянутся с теми всеми идеями то есть там только лямбда недавно появилась я так понимаю в них десь мільйон сша-продробников а 90-95% просто не готовь до цих молодых людей то есть они до лямбда не сильно были готовы мы хотим просто так готовы хочешь не та программа и не хочешь плейсграунд с офшарпом а сейчас это такая массовая мова они чекают ну то есть они стараются они по трошечку так поднимают ревень загальней самой аудитории типу программистов и когда она больше-менее готова типа сприйняти это и когда там ци концепции не стают достаточно широко прийнятными кроме высокой категории энтузиастов тоди они стараются их пометнуть Ну и сейчас у них вектор направления на open source и кроссплатформенность я думаю, что вот это их первое нужно им сначала выйти туда потому что запускаться на Unix на macOS это, наверное, у них сейчас первая очередь что они смотрят Ну, это, я думаю, сейчас и у нас причин, чему XUnit мы сказали Ну что, какие-нибудь еще вопросы? кого-нибудь пожелания или что-то добавить? А нема якихось новин на рахунок native компиляции? Вот у них появилась native компиляция под Windows 8, Windows 10 додатки, которые в store паблишатся, а, например, десктопные або веб-аппликации под native можно компилировать? и есть информацию, когда это появится, например У нас, кстати, был это на пейсмейкере такой вот доклад из того, что я посмотрел и вспоминаю доклад получается, dot native сейчас находится в таком состоянии еще, наверное, альфа или бета если что там, может быть, то поправит компиляция нативная идет очень долго то есть даже простого консоль там, redline, это очень долго выполняется можно пойти смело попить чай потом проблемы с лимитейшнами на язык там, на reflection ограничения ну, есть свои нюансы, но причем на msdn это большой такой список что нельзя использовать а проблема с отладкой потому что это, получается, native код то есть нам приходится собирать дебаги а потом, когда мы собираем в релиз мы уже, ну, не то что релиз, а в native мы не можем это уже отлатить то есть нам нужно верить, что вот этот процесс компиляции из шарпа в плюсы ну, нативно, скажем так, в нативный код не то уж плюсы, в нативный код проходит все верно оптимизация срабатывает верно но этому я бы сейчас не доверял даже если вспомнить тот же баг с 4.6 когда хвостовая оптимизация tail recursion, да, optimization не срабатывала то есть был такой баг очень серьезный даже сказали 4.6 production тут отдельно я так понял сейчас вот то, что канал Павло они в microsoft store идут, то есть когда паблишим в windows вот этот store который сейчас universal windows platform то там происходит у них где-то на клауде сборка в native и уже рассылается вот это native то есть для нас это прозрачно происходит universal windows platform они сейчас поддерживает в native и я так понимаю что от этого уже не отказаться от компиляции вот по поводу десктопа я так понял что там тоже свои ограничения больше наверное такой как сервер сайт код а какой-то веб там собрать или десктоп еще это очень сложно но я еще смотрю что параллельно они нген и еще есть такая утилита mpg all она тоже позволяет оптимизировать посмотреть вот они продолжают их развивать и допиливать вот ну а про dot native я так не сталкивался с ним вообще сейчас особо кроме кто апы для windows store десктоп помогал я на windows store но не десктоп не стандартный windows store там найти компиляцию все нормально но нет для мобилок это все все не для мобилок на десктоп на десктоп ну windows store который раньше сейчас еще universal windows платформ появился да ты об этом да мне в принципе просто цикаво есть вообще замовленные потому что как на меня это достаточно мертвонародженная платформа мне кажется что в Украине только кроковецкий робот ну на самом windows store для десктопов замовлений трохи є а на windows мобай ну на windows фон точнее суто під телефоны майже майже немає тому что там немає ніяких закачок а багато користувачів перейшли з сипки на вісімку потім з вісімки на десятку и так далее и зараз вісімки десятки дуже багато юзерів особливо забирається потім паближці і використовувати самый конкретний вариант той ну правильно пеня я працювал на останньому проекте там пеня не встигаешь тут пеня все азарашистами якою працювала там вообще така драконська пеня что в минус вилетаешь так что тут просто треба R&D брати чтоб воно там занималось своими делами придумывало как то все робити а на нас просто скидывало готовые решения пожелания обмития з усіма инструкциями деяка бага что и как и тоді можна сідати и робити эти проекти как пирожки не? хороший бизнес план да надо стартап делать давай группу на фейсбуке создадим вконтакт не може а смелиться позвонить мелько окей ясно ну там здається про нейти в якийсь такий момент я не помню чи здається це воно было я пробовал подивитись як воно працює там здається обмеження було що тільки з вендою 10 воно працює то так? ні на вісімці теж працює просто воно нормально працює тільки на Windows Store раплікухах де дотнет урізаний там немає наприклад прямого доступу до файлової системи там все через перемішини певні які даються в Windows Store і там все обрізне там не можна на восьмьотці я можу нейтів скомпілити правильно? так але воно тільки для Store тобто це оце метро дизайн аплікуху тільки метро а все решта ніяк стандартний дотнет там не працює там вони певну частину дотнету взяли переписали під оцей метро яка урізана і вона якби сейф вони знають як його правильно скомпілити щоб не було ніяких проблем з зовнішніми залежностями але ото метро з цього мероприяття повноцінно нормально працює тільки вже в десятці зі всіма тима не виведеннями правильно? ну так в принципі багато корисних фіч в десятці тобто можна сказати що ми збираємося в ту десятку ну тось Microsoft я так бачу вони працюють в своєму стилі тобто як випустили десятку і давай всіх на ту десятку заганяти всі самі смачні і цікаві речі появляються в десятці і вони назав не вуртуються і не підтримуються там десь 8-8 і так далі Паша ну дивись вісьмірці метроаппликація тільки фуллскрін а снепт режим? прошу? а от бідроснепт режим который там є? там ще роздільний екран ну там три апліпліпці вісьмірка за всіма теми і 8-1 за всіма теми за всіма теми дослідженнями має досить мізерний на участку ринку який сенс їм на темпарати це? не ну просто пытаю я на прикладу сі на сімс сижу, ми ненормально але але ще розкажу ну нормально вон так локу і все так само те книги треті вийшли а вибрацію нормантики в 2015 студию вот і все ще про нейтів вспомнил що в принципі там ідея така що коли компілируєш його в нейтів код то уже можна запускати даже не имея на комп'ютере дотнет фреймворка ну та тому що воно той лодер і десь і при бомбельке випустовується ще там є момент розміра, да? да воно помніше то все біло але там питання більше таке лишалось нескільки я помню с тем нейтівом що це видало з головою що хотів сказати ну тобто там при компіляції воно просто якби вирізало з дотнета тільки ті речі які потрібні були і моменти влазили наприклад а що робити якщо а згадав що хотів сказати що робити наприклад при умові коли в тебе якась ну треба рефлексію використати там треба були такі специфічні мероприятия накручувати а якщо ти наприклад хочеш плагінну систему зробити і там всякі тянути мероприятия виясняти наприклад що в збірці які типи класи інтерфейс і так далі то там треба якось специфично налаштовувати методані підсовувати щоб зберігалися зберігалися в Windows ну в Windows ну в Windows в цих додатках взагалі проблема діставувати якусь інформацію про асимблії з пакету конкретного або ще щось таке там перемішане дуже обрізані воно щось схоже на Silverlight в санбоксі і все немаєш доступу ні до чого такого ні до системи ні до загальних якогось ГАКа або щось такого є такі от що ж я хотів сказати що десь там ну не знаю там пару місяців назад була така якась статейка в них на MSZN про те що вони додали супорт дебагінгу отих native application і він якесь там ну якась альфа чи прев'ю було але воно виглядало так досить таки позитивно та це стосовно до питання що якби в цьому дебагати практично нереально то там якась була така а я не знаю чи там доробка чи що але воно дозволяло native application нормально в Visual Studio ходити дивитися що там роблять як вони там умудряються замапати без поняття але такий факт був Ще до речі зустрічався з проблемою що деякі ARM девайси з Windows десяткою не працюють коректно і в них аплікухи просто падають з непонятними ерорами які потім не лагуються в Store юзери відписують що в них взагалі не запускається аплікуха і єдиний варіант то хіба купити той девайс з ARM так а так а так мобильні лумі які вони ж на ARM так а компиляція це я извині перебив хотіла спробувати а компиляція як іде там под native сразу указываєш таргет 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 указується там x86 x64 і ARM оно сразу компиляція таргет це все собирати в пакет в Store а в Store там вони вже валюдирують і так далі а в Store мы паблишем только один пакет а он там сам уже компилирується да оно собирає пакет і він там компилирується а потом когда попадає на платформу она использує тот или другой варіант который саппортується ты не в курсі Microsoft він як відкритий в плані ти от хочешь або знаєш 100 років бага існує і ти пропонуєш вони реагують на це діло чи вони зробили вигляд що хлопці має проходити їхня бюрократія тільки після того як там 2 мільйона там підписів зібрали тільки тоді можна побачити що той фікс можливо війде в якусь наступну версію або дійсно є такі косяки всякі дотнеті веселі що давно б хотілося б їх пофіксувати але немає розуміння чи воно тоді це ціло ком'юнити проти так напрямер приходять які-то ісші і зраза можна підписати агримент це все автоматизовано це робот у них на дотнеті підписуєш агримент там лицензія в их стилі потом они говорят що там подписано і отдають уже этот коміт на проверку подключають людей постоянно люди это мониторить довольно проходит быстро то есть я видел улучшение скажем так просто кто-то комментарии подописывал документы поправил ну кто что как contributed и довольно быстро они делают эти пул реквесты то есть я в принципе сейчас даже давай откроем какую-нибудь страничку то есть статистику например что это у нас будет .mail вот microsoft .net не очень интересно например рослин рослин у нас не здесь единственное что вот у них организация у них есть microsoft у них есть .net это немножко напрягает иногда когда что-то нужно найти быстро вот у них issue вот у них issue но это не значит что это были баги а то есть а просто там кто-то вопрос задал но кто-то не умеет пользоваться и говорит а как там сделать чтоб мой код unsafe компилировался вот пол реквестов очень много приходит причем команда microsoft разрабатывает тоже через пол реквесты они не коммитетно прямую не разрабатывают то есть вот то что я говорил если он already signed извиняюсь это было сложно выговорить то есть вот есть dotnet бон он мониторит он нотифицирует всех там чтобы подключались ревьюверы и они уже решают менеджер или нет то есть у них вот есть например мы не код ревью людский да то есть они вот говорят area compilers да это скорее всего баг да то есть там in review они меняют лейблы если там посмотреть историю что там например есть такая вещь как лейбл up to grabs а например если вы борете кто хочет и рубить да то есть вы например заходите там issue и берете то есть они для комьюнити оставляют они видят что там легко ее можно исправить например вот айды ешка да enhancement вы берете себе говорите что там пожалуйста сайте на комьюнити вот то есть вам описание что нужно сделать как добавляют mailstone и чаще всего они проставляют где это будет войдет то есть скажем так жизнь кипит здесь то есть если посмотреть вот то что там наблюдал особенно какие-то баги критические например вот это со хвостовой рекурс оптимизации ну там буквально да да а здесь уже были и пул реквесты и фиксы то есть ну видно что люди работают и причем ну как приходим мы на работу только они работают на open source да то есть у них все здесь и бэклог есть да то есть у них и mailstone есть они добавляют асайны они вот этот весь флоу проходят бэклог плейнинг рейди воркинг ревью будет там единственное что очень сложно у них есть документация да то есть они сразу говорят хотите к нам контрибьютать то пожалуйста смотрите там ну это нормально я бы например с задоволением вот то есть пожалуйста и реакция будет сразу они отвечают даже на самые глупые вопросы то есть они не просто игнорируют как там может быть а ну что он спрашивает ну вообще иди учись там да вот ну они начинают просто там говорить то 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 это единственное какие-то изменения API бывают люди приходят и говорят я считаю что int там .parse парс плохое название я хочу назвать его экстракт они говорят что нет или что-то добавить API то там конечно этот процесс затянется там на ревью они позовут там архитектов его поставят в cc но это тоже это никаких писем ничего они просто там пишут вот это в гитхабе выше там это нормальная речь чтобы все у нас знали что так что можно работать это меньше было бы да и соответственно как бы тоже они проходят ревью и они пишут там да looks good to me то есть прямо все аббревиатурами и это настроено очень классно то есть мне вот это понравилось что и идея сегодня тоже было рассказать что в принципе можно отсюда просто вещи некоторые брать и использовать у себя не знаю у нас очень много там с гитхабом кто работает с приватными репозиториями ну или какие нибудь гитлаб там везде есть эти лейблы там 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 то стандартная речь вот поэтому и тут они могут отменить сказать что ревью иногда начинается там бага какая-то всплывает очень долго там потом ее фиксует потом опять откладывает еще но процесс идет ты знаешь часом они не выклали серсы iron ruby вот это я не знаю я в эту сторону не смотрю но я думаю что если мы как-то там это не здесь репозитория я честно думаю что они его просто закопали тут нет у них ссылки где нибудь open source ты знаешь останний релиз 11 старик да он его просто я так думаю что просто был супер хороший конкурент шарпу и тому его просто вкопали то и все чтобы шарп не завалився вот он здесь iron language people тут вот что-то есть а вот забавь что такие какие-то такие сбоку что-то ну вот 2015 какие-то коммиты шли и вот 2015 поддерживает это вот я с сайта их официального перешел что у нас тут есть история там месяц назад тут какие-то еще идут релизы вот ну вот релиз последний у них а iron это а iron я даже не использовал это веб-сайт веб-сайты а что-то тут и да я я буду как раз для тестования задоволенем декнетиску эту штуку бы выхорствовала а но ну окей дякую за инфу ну может быть надо поддерживать взять они на гитхабе зальют с радостью они иногда принимают там даже реквесты я слышал что там просят открыть некоторые проекты там конечно очень сложно а у них она edition и от корр вот есть м с но тут это вот об этом получается но я не смотрел я но если честно я вот был рад что гц вроде бы открыли исходники cpp но сложно очень пока читается разбираться надо еще доучиться до их уровня чтобы хотя бы читать поэтому открывает очень много но все равно по моему кто-то стрел статистику в этом power bi что они открыли порядка полу только 20 процентов всего лишь от своих как бы наработок на гитхабе это уже можно потеряться у них и что-то джейсон дот нет это microsoft они microsoft они его активно поддерживает ну очень много но гитхаб мне кажется это хорошее их решение потому что они просто там пул реквестами помогают и другим например так xunit где же у нас был xunit форк microsoft сделали форк это наверно в microsoft или даже в sp на эти тут даже больше было бы цикаво подбитись а что еще не открыто да может есть чар десь там и так дальше все еще нема а вот это вот он dogs и помогу вот здесь вот они сделали себе форкс xunit а вот и соответственно дорабатывают его проверяют и потом делают пол реквеста очень хорошо не взаимодействовать начали и с другими то есть они в докер контрибьют и подобного очень хорошо ну как минимум можно учиться то есть очень классно что смотреть что они делают как они делают который это тоже иногда процесс обучения багов сложнее найти так сразу первый взгляд но посмотреть что у них интересное как идет работа и радмап сразу есть довольно круто перспектива пошел ну так выглядит наверно поговорили спасибо большое за комменты за вопросы за внимание очень круто вот обязательно что-то сделаю еще но так кому-то хоть понравилось что-то там из презентации что-то новое для себя нашел увидел я бы назву поменял бы мне что-то давалося совсем про инший контент будет а про какой я думал ты будешь про какие знаешь новинки вот типа microsoft вот что они там запаблишили нового на гитхабе как они працюють что они раскрыли який там подпроекти знаешь таки типic overview просто microsoft открыл так пандора свою так просто Просто, когда уже начался контент читать, то больше, мне кажется, тема была бы, знаешь, про оптимизацию. Типа тихо, 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 тихо. Ты мне же ответ про это. Ну вот я сейчас вещаю. Это единственный момент, когда я могу вещать. Насправді, это просто overview. Ну я не знаю, может у меня такие просто очікувания были. Я хочу вот что-то поделиться, что Microsoft творит взагалом, бо это такое мое впечатление, что я бы, вот, цикаво было бы, что они там витворяют, бо ребята действительно начали классно. Я понял, ты хочешь, чтобы я Power BI натравил на их гитхаб репозиторий и эту аналитику все описал? Ну я не знаю, у меня вот просто склалася думка по презентации, что такое, да, то есть я сказал, что просто Парту треба зробить. Хорошо. Заказал, я буду думать, как это представить. Ну на самом деле я тоже этим интересуюсь, как что, да, но представить это как какое-то overview. Это просто очень много. Топик, топик, цикавший реально. Хорошо. Ну название, хоть с названием презентации я угадал, я смог тебя думать. Нет, да, я периодично попадаю, так, но это, ну, клієнт сейчас просто был сонный, еще не активировался. И если станет со своей гемерицей, то будет мне весело. Ну окей, good, все равно дякую. Было цикаво просто, знаешь, там, навіть почути думки разных людей на эти самые питания и пообменяться информацией. Потому что, мне кажется, суть того всего мероприятия как раз того и есть. Тема это так, это просто повод. Да. Когда-нибудь мы ее опустим. Я так чувствую, что надо делать второй пейсмейкер дотнет. Не наговорились. Та нема часу, это дорого, как в архитекторе. В конце года брать, всех собирать, кто зацикавленный, ехать куда-то на природу и там пообсуждать под впливом свежего воздуха и не только. Паша, мы так и делали в субботу. Легу. Да. Ага. Ладно. Похоливорили, Игорь.